Это небольшое видео о том, как пользоваться коннектором Кликсенс Кама СРМ. Вот есть папочка, которую высылаем вам, как заказчику. В ней есть несколько файлов лиценз, средьми и папка с коннектором. В файле лиценз хранятся данные для подключения вашей, которые вы нам скидывали Кама СРМ, и лицензионный ключ, чтобы программа работала корректно. С этим лицензионным ключом вы можете подключаться только к одному порталу, к вот этому, с другим порталом работать не будет. В файле readme есть небольшое напоминание, сейчас мы не будем его касаться, я все расскажу, покажу в видео. И, собственно, сам коннектор. Первое, что нам нужно сделать, это установить коннектор. Для этого нужно просто папку с ним скопировать в нужное место. Здесь указан адрес, куда его нужно вставить. Если папки custom data нет, ее можно просто создать. В клик заходим, создать папку custom data, ничего сложного. И копируем папку с коннектором внутрь. Все, коннектор мы установили. Так. Я его зачем-то вырезал. Сейчас вернем на место. Дальше нам нужно запустить клик. Желательно, чтобы клик был обновлен до последней версии 1.1. Создаем новое приложение. Когда наша приложение получится, включаем редактор загрузки данных. Жмем кнопку создать новое подключение. И вот у нас в разделе настраиваемые коннекторы появился наш коннектор. Один раз нажимаем, открывается окошко. Куда нужно ввести все данные. Сейчас я введу все, что есть. Нажимаем кнопку проверить подключение. Все ок. Значит, можем сохранить. Нажимаем кнопку сохранить. Через некоторое время слева у нас появляется коннектор. Только что созданный. Заходим в доступные таблицы. У нас появляется список всех доступных таблиц. Сейчас пройдусь, быстренько расскажу про каждую из них. Сделки. Соответственно, это вся информация о сделках. Кроме мультисписков полей. Чуть позже расскажу почему. Статусы сделок. Заметки по сделкам. Время в статусе сделки. Это информация о том, сколько сделка находилась в том или ином статусе. История статуса в сделке. Это то, о чем вы просили. Возможность узнать на определенный день, в каком статусе какие сделки находились. Здесь информация эта хранится. Компании и контакты. Телефоны. Е-мейлы. И дальше пошли вот несколько таблиц. Менеджер КЦ сделки. И связь менеджер КЦ сделки. Такая пара таблиц создается каждый раз, когда коннектор находит мультисписок. Он в одну таблицу выносит все значения этого мультисписка. А во вторую выносит все связи сделок и элементов этого мультисписка. Покажу, как это работает чуть позже. И в самом низу у нас еще идет техник сделки и связь техник сделки. Это тоже какое-то у нас мультиполе. Можно нажать на него и посмотреть, к чему оно относится. К сделкам относится, потому что эти сделки указаны. И в самом низу, после всех таблиц, и тут теги. Теги по сделкам, теги по компании. Чтобы загрузить таблицы нужные, отмечаем их галочками. Например, загрузим сейчас все. Вам, возможно, все и не понадобится. Попробуйте и придете к выводу, что вам нужно, что не нужно. Ждем некоторое время, пока напротив каждой строчки появятся цифры. Это значит, что данные о столбцах загрузились. Эту процедуру нужно делать один раз. То есть, когда мы загружаем данные, каждый раз не нужно выбирать столбики. Вот, все. Теперь у нас все загрузилось. Нажимаем кнопку «Вставить скрипт». У нас генерируется автоматический скрипт, который будет загружать данные. И жмем кнопку «Загрузить данные». Данные будут грузиться около полутора минут, поэтому я пока остановлю видео. Вот данные загрузились за 2 минуты с копейками. Достаточно долгое время загрузки, больше двух минут, потому что у вас много данных за полтора года. Планируем в дальнейшем развивать коннектор и в скором времени планируем сделать для него возможность выгрузки только свежих данных. Когда такое обновление появится, обязательно вам сообщим, скинем новую версию. Это будет бесплатно. Так, после того, как данные загрузились, нажимаем кнопку «Закрыть». Либо можно поставить галочку «Закрывать автоматически». Тогда в следующий раз при загрузке окно свернется после загрузки. Закрываем. Все. Теперь у нас все данные из AmosRM на сегодняшний день загружены. Заходим в обзор приложения. Создаем новый лист. И смотрим, что у нас тут есть. Полей очень много, поэтому лучше работать с отдельными таблицами. Сверху можно выбрать конкретную табличку, например, «Сделки». Увидеть все поля, которые относятся у нас к сделкам. Допустим, название сделки сейчас увидим. Я подробно рассказывать не буду о том, как пользоваться Кликсенсом. Думаю, вы уже попробовали и поняли. Все основные моменты покажу сразу, как работать с историей изменения статусов. То, о чем мы с вами вчера разговаривали. Для этого нам нужно, как минимум, вывести три поля на экран. Первое – это название сделки. Мы их уже вынесли. Потом нам нужны статусы сделок. Статус сделки нужно вывести. Чтобы они были отсортированы так же, как вам и СРМ, можно применить к ним правила сортировки. Сейчас покажу, как это сделать. По выражению нажимаем на Fx, открывается окно построения выражений. Тут все достаточно просто. Нам нужно найти поле, которое называется «Порядок статуса в сделке». И вставить его. Применить. Все. Теперь статусы у нас пересортировались так, как они идут вам. Первичные в начале, закрытые и нерализованы в конце. И третье поле, которое нам нужно, чтобы отследить историю изменения статусов сделок, находится в таблице «История статусов сделки». Заходим туда. И вот поле «Дата статуса сделки». Выносим его. Готово. Что у нас теперь происходит? Когда мы выбираем любую дату или период, скажем, 20 февраля 2014 года. Отмечаются те статусы, которые в этот день фигурировали как-то по разным сделкам. Мы выбираем статус, к примеру, «Успешно реализовано». И видим все сделки, которые находились в статусе «Успешно реализовано» на 20 февраля 2014 года. Вот они слева подсвечены белым. Можем, соответственно, связывать с этими данными любую другую информацию. Как то, например, «Ответственные». Идем в таблицу сделки. Ищем поле «Ответственный». И можем посмотреть, скажем, по Иванкиной Оксане. И видеть, что 20 февраля 2014 года в статусе «Успешно реализован» были две сделки, за которые отвечала Иванкина Оксана. КБ-2158 и ЕРТ-25. Еще я сейчас что-нибудь для примера выведу. Скажем, давайте выведем бюджет суммарный по выбранным сделкам. Добавляем новую меру. Ищем поле «Бюджет сделки». И выводим по нему сумму. Обратите внимание, что данные автоматически форматируются с значком рубля в виде денег. Не очень удобно то, что выводится два знака после запятой. Как правило, для бюджета эти не нужны. Если вы хотите от этого избавиться, либо можно в формате вручную это задать. Формат чисел денежный. И указать. Либо более универсальный способ. Перейти на страницу скрипта загрузки. И в строке номер 5 по умолчанию, где написано «мани формат», изменить этот формат, убрать цифры после запятой. При следующей загрузке данных, они у вас уже будут отформатированы соответствующим образом. Готово. Итого, что мы сейчас видим. Что на 20 февраля у Иванкиной и Оксаны было две сделки в статусе «Успешно реализована» на общую сумму 159 736 рублей. Если мы выберем, скажем, не Оксану, Манова Мурада, то увидим, что у нее была одна сделка на 195 тысяч рублей. Так. Единственное, непонятно, почему отсортировалась. Успешно реализована, поставилась нам на самый верх вместо первичного контакта. А, вот все. Просто не обновилась. Еще. В общем, это краткий обзор. Заканчиваю, потому что уже видео идет 12 минут, у меня ограничение в 15. Если будут какие-то вопросы, можете задавать. Спасибо.